История этих сестёр была тщательно изучена, и совпадения были действительно удивительными. Случаи, подобные этому, неизвестны. Таинственная история произошла в 1957 году. Джон Поллок и Флоренс Поллок жили в Хекскеме со своими дочерми, шестилетней Жаклин и одиннадцатилетней Джоанной. Они наслаждались семейным счастьем, но всё внезапно изменилось. Здесь, однажды, по пути в церковь, девочки были сбитые на смерть автомобилем. Трагедия унесла жизнь сразу двух детей, и их родители были полностью убиты горем. Через год Флоренс снова забеременела, и у неё родились девочки-близнецы. Пара назвала их Джиллиан и Дженнифер. Единственное, что их различало, это небольшие родимые пятна. У Дженнифера было одно пятно на лбу и одно на бёдрах. Что любопытно, их расположение совпадало со шрамами, которые были у Жаклин в этих местах. Когда близнецам было три месяца, семья решила переехать в город Уитли-Бэй, расположенный далеко от Хесхема. Они росли там до четырёх лет. Их родители никогда не рассказывали детям об аварии, в результате которой умерли их маленькие сёстры. Каково же было их удивление, когда близнецы начали узнавать места, где они никогда не были раньше. И даже рассказывали, что играли на заднем дворе школы, хотя этого никогда не было. Джиллиан и Дженнифер знали, как называются игрушки их умерших сестёр. Их также очень пугали проезжающие рядом машины. В какой-то момент они начали кричать, что машина на них наедет. Что примечательно, в пять лет все эти воспоминания полностью исчезли. Этот таинственный случай был изучен доктором Яном Стивенсоном, очень известным психологом того времени. В общей сложности он изучал близнецов в течение 21 года, с 1964 по 1981 год. Больше всего внимания врача привлекли родимые пятна одной из девочек, а также их поведение. Со временем они всё больше походили на своих умерших сестёр. Видимо, это действительно был случай реинкарнации. Субтитры создавал DimaTorzok